Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале QWERTY. Товарищи, давайте вспомним школьные занятия по ОБЖ. Там было что-то про ядерные взрывы, аварии, бомбоубежища. Ну и пускай мы уже не помним деталей, одно мы уяснили точно. Радиация опасна и порой даже смертельна. Но вот интересно, а как именно убивает радиация? Просто с остальным все понятно. Пуля дура или штык молодец, делают дырку в теле. Яд запускает химические реакции и угнетает работу внутренних органов. Но вот радиация, как именно она действует на человека? Давайте сначала вспомним, что же это. Вообразим, что мы уменьшились до размеров в 10 тысяч раз меньше атома. Тогда мы сможем увидеть то, откуда берутся основные виды радиации. Атомное ядро. Как мы помним, оно состоит из протонов и нейтронов. И знаете, у некоторых элементов оно может быть скомпоновано, грубо говоря, не совсем удачно, отчего оно становится нестабильным. В них есть лишняя энергия, от которой они норовят избавиться. И сделать это можно несколькими способами. Выбросить небольшой кусочек. Два протона, два нейтрона. Это альфа-частица. В ядре нейтрон может превратиться в протон. И наоборот. Тогда вылетает бета-частица. Это электрон или антиэлектрон. Его двойник только с противоположным знаком. И, наконец, ядро может просто выплюнуть излишек энергии в виде электромагнитной волны. Ну, наподобие света, ультрафиолета или рентгена. Это гамма-частица. Также ядро может излучать нейтроны, протоны, разваливаться на куски. К тому же, частицы радиации могут прилетать из космоса, появляться в ускорителях и других приборах. Но, несмотря на различия в происхождении и структуре, любые виды радиации действуют на организм одинаково. Самое главное, что это поток частиц с огромной скоростью и энергией. Воздействие радиации на человека похоже на снежный ком. Все начинается с малого, но потом последствия все растут и растут, пока не приведут к необратимым изменениям. Можно выделить несколько стадий. Итак, частицы радиации летят быстрее любых пуль. Настолько быстро, что выбивают электроны из атомов. Электрон отрицательный, соответственно, атом при его потере становится положительным ионом. Ну, вот и все, что делает радиация. Но потом свободный электрон и ионизированный атом практически сразу же участвуют в сложной цепочке реакций, в которых могут образовываться химически активные молекулы, в том числе так называемые свободные радикалы. Например, вода, из которой человек состоит на 80%, под воздействием радиации распадается на два радикала, H и OH. Свободные радикалы активно вступают в реакцию с важными биологическими молекулами, ДНК, белками, жирами, ферментами. В результате молекулы повреждаются, из них часто образуются токсины. Нарушается нормальный обмен веществ в клетке, ее функционирование в целом, и через какое-то время она погибает. Но даже если клетка сильна духом, богатырь держится до последнего, все равно обречена. Ведь из-за повреждения ДНК и мутации генов невозможно нормальное деление клетки. Это, пожалуй, самое опасное в радиации. При большой дозе излучения пострадавших клеток очень много и могут отказывать целые органы и системы. Наиболее подвержены радиации ткани, в которых идет активное деление клеток. Например, костный мозг, в котором вырабатывается кровь, или слизистая желудка, которая разъедается кислотой и должна активно регенерироваться. Подведя итог, можно сказать, радиация действует на самом маленьком масштабе структур человеческого тела. Это словно вы обстреливаете крепостную стену не огромными снарядами, а маленькими-маленькими пульками, так, что повреждения можно легко заделать. Однако, если пулек будет огромное количество, то и повреждения будут заделываться абы как, стена в итоге станет хрупкой и рано или поздно развалится. Но скрыться от радиации у вас никогда не получится. Она преследует нас повсюду. Практически в каждом веществе есть небольшая доля нестабильных изотопов. Поэтому все вокруг нас немножечко радиоактивно. Компьютеры, видеокамеры, яблоки, бананы, да даже люди. В человеке, например, каждую секунду происходит несколько тысяч радиоактивных распадов. Другое дело интенсивность излучения. Конечно, радиация обычных предметов очень слабая и безопасная. Фоновая радиация вообще могла быть движителем эволюции. Ведь, возможно, именно благодаря ей гены мутировали так, что получились мы с вами такие вот классные. Осталось понять, как защититься от излишней дозы радиации. Ну, от альфа-излучения вас легко спасет картонный лист. От бета вы можете укрыться за стеклом. А вот гамма-излучение пронизывает все насквозь, похлеще рентгена. Так что от него можно спастись только за толстым слоем свинца. Другое дело, если источник попадет к вам в организм. Вы вдохнете радиоактивную пыль или что-то съедите. Тогда все виды излучения будут действовать на организм изнутри. И последствия будут намного более серьезными. У радиации нет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Единственное оружие против нее это знание. Так что, как говорится, про иммунитус, про иммунитус. Предупрежден, значит вооружен. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Не пренебрегайте ОБЖ и спасибо за просмотр.